Всем доброго дня! Сегодня готовлю еду для своей семьи на 2-3 дня. Делюсь идеями. Блюда все простые, вкусные и сытные, да и на приготовление уходит минимум времени. На первое приготовим суп с нутом. Нут я хорошо промыла, залила холодной водой и оставила на ночь набухать. Горох хорошо намок, воду сливаем, промываем еще раз, заливаем холодной водой и ставим на плиту вариться до готовности. Нам нужно, чтобы нут сварился, был мягким, но оболочка от него не отставала. Нут закипел, снимаем пену и варим примерно 35-40 минут. Суп с нутом будем варить на курином бульоне. Курицу я хорошо вымыла, вырезала на хвосте сальную железу и разделала курицу на порционные кусочки. Часть супового набора я использовала для бульона. Из филе приготовим котлеты, а окорочка положила в морозилку для следующего раза. Мясо для бульона промываем еще раз, заливаем холодной водой и ставим вариться. Мясо закипело, бульон сливаем. Мясо и кастрюлю промываем. Возвращаем мясо в кастрюлю, заливаем водой, добавляем лавровый лист, морковь, специи, солим и варим до готовности мяса. Пока у нас варится бульон и нут, приготовим заправку для супа. На разогретую с маслом сковородку выкладываем мелким кубиком нарезанный лук. Жарим одну минуту, постоянно помешивая. Затем добавляем морковь, натертую на средней терке, одну столовую ложку томатной пасты, 100 миллилитров бульона из мяса или нута, солим по вкусу, хорошо все перемешиваем и на маленьком огне тушим под крышкой 10 минут. Бульон сварился, закладываем мелким кубиком нарезанный картофель и варим до готовности картофеля. Это примерно 10 минут с момента закипания. Затем закладываем сваренный нут, заправку, солим, перчим по вкусу, добавляем хмели-сунели, лавровый лист, мелко порубленный чеснок, хорошо все размешиваем, накрываем крышкой и варим суп на маленьком огне еще 10-15 минут. Нам нужно, чтобы суп уварился, все ароматы и вкусы в супе объединились. Пока доваривается суп, приготовим рубленные котлеты из куриного филе. Мелким кубиком нарезаем лук, куриное филе нарезаем кубиком 1 на 1 сантиметр. К подготовленным ингредиентам добавляем 2 столовых ложки манки или сухарей, 2-3 яйца, солим, перчим по вкусу, добавляем пол чайной ложки сухого чеснока и приправу для курицы. Хорошо вымешиваем фарш. Даем фаршу постоять 10 минут, чтобы мясо напиталось ароматом специй и набухла манка. Еще раз хорошо перемешиваем и жарим котлеты на разогретой с растительным маслом сковороде. Котлеты переворачиваем, накрываем крышкой и жарим до готовности. На гарнир я отварила гречневую лапшу, промыла ее холодной водой и обжарила на растительном масле, добавив 1 столовую ложку соевого соуса. Густой наваристый нутовый суп сварился. Нежные котлетки с лапшой также подоспели. Я еще открыла салат из кабачков, который готовила летом. Обед готов! Просто приготовление и очень вкусно! Еще по плану были блинчики с тушеной капустой, но тут блинчиками только с капустой не обошлось. Я еще сделала блинчики сладкой начинкой, творогом и сразу решился вопрос, что будем завтракать. Тесто для блинов заводила универсальное. Оно отлично подходит для сладкой и сладкой начинки. Да и сами блинчики эластичные и не трескаются. В миску просеиваем 250 грамм муки, добавляем 1 чайную ложку соли под нож, 1 столовую ложку сахара без горки, 3 крупных яйца, постепенно вливаем 600 миллилитров теплого молока. Заводим тесто. В конце добавляем 1 столовую ложку растительного масла и даем тесту постоять 5-10 минут. За это время клейковина набухнет и тесто станет немного гуще и эластичнее. Жарим блины как обычно. Если хочется, чтобы блинчики были потоньше, наливаем тесто на сковородку поменьше и быстро распределяем подно сковороды. Потолще, значит тесто побольше. Для начинки в миску отправляем 300 грамм творога, добавляем сахар по вкусу, ваниль и одно яйцо. Размешиваем и творожная начинка для блинчиков готова. Выкладываем часть начинки на блинчик, края подворачиваем и сворачиваем в рулетик. Блины с капустой складываем конвертиком. Еще сварила компот из сухофруктов и вот такое у меня вкусное и незамысловатое меню получилось на 2 дня. Просто вкусно и все сыты. Приготовьте, попробуйте. А я желаю всем приятного аппетита, готовьте с любовью и удовольствием. До встречи в новых видео!